Чтобы счастье материнства не омрачило коварная инфекция, Владимирские врачи сейчас активно призывают женщин, готовящихся к зачатию ребенка, сделать прививку от коронавируса и тем самым максимально обезопасить себя и своего будущего малыша от COVID-19. Ведь при наступлении беременности сделать это будет уже невозможно. Их не допускают до вакцинации, а вот при подготовке к беременности настоятельно рекомендуют. Алена сейчас на 10-й неделе беременности, а в начале года она сделала прививку от коронавирусной инфекции. Решение было принято тогда, как сообщили об этой возможности, потому что уже планировали подойти к полному созданию семьи и детям. Понимаешь, что хочешь себя обезопасить, хотя бы в этом плане, если есть такая возможность, то почему бы и нет. Особое внимание в плане вакцинации медики уделяют женщинам, планирующим ЭКО. Беременность, наступившая вследствие экстракорпорального оплодотворения, относится к группе высокого риска. Изражение коронавируса может обернуться трагедией. Жанна сейчас ждет своего второго ребенка. Как и при первой беременности, для зачатия женщине пришлось прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Но прежде чем ее пройти вместе с мужем, они решили вакцинироваться. В окружении близких у женщины уже есть печальные примеры, поэтому сама приняла решение снизить риски заражения в столь ответственный период в своей жизни до минимума. Моя знакомая, будучи на ранних сроках беременности, заболела ковидом. Очень тяжело переболела. Это все было на моих глазах. И теперь ей скоро рожать, а опасения у всех остаются. Что будет, как будет с ребенком. Первый триместр, он очень в этом плане опасный. Поэтому мы решили перестраховаться. Медики рассказывают, при первой волне пандемии в Владимирской области количество случаев заражения ковидом среди беременных было немного. А вот во вторую волну произошел всплеск, в том числе тяжелых случаев. Течение болезни у беременных имеет свою коварную особенность. Слишком быстро она развивается. Буквально за сутки состояние может ухудшиться до критического. А при выздоровлении одно из осложнений – риск преждевременных родов и, как следствие, проблемы со здоровьем у ребенка. Во вторую волну у нас было много тяжелых беременных на уровне области. Лечились они в госпитале инфекционном при областной клинической больнице. Я их консультировала всех. Мы консультировали и с федеральными клиниками. Но и ни одной женщины мы не потеряли. Сейчас третья волна. Мы ее ожидали. Беременные тоже уже болеют. И болеют тяжело. И чтобы это все-таки не допустить, при подготовке лучше сделать прививку. Пункты вакцинации в регионе продолжают работу в поликлиниках по месту жительства. Также привиться можно в гипермаркете «Глобус» и в мобильных пунктах вакцинации, которые работают по всем городам региона. Отмечу, более 118 тысяч жителей Владимирской области прошли первый этап вакцинации. Второй компонент получили свыше 100 тысяч человек. Ирина Шульга, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».